Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Исаия Вавилонского и обратимся к 49 главе. 49 глава совершенно уникальная, одна из таких конденсированных страниц Священного Писания Ветхого Завета, где мы видим чрезвычайно важное откровение о Боге. И больше того, на самом деле здесь так много, что для разных людей может быть на первый план Выходят какие-то свои аспекты того, что здесь говорится. И, как мы уже наблюдали у Исаия Вавилонского, здесь не всегда можно понять, кто от чьего лица и к кому обращается. Начинается 49 глава словами «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние». Ну да, вот так принято было в поэзии на этом языке, в том числе и в ту эпоху, обращаться к окрестным народам, ко всему миру, говоря, острова и народы дальние. На современном языке мы бы сказали «слушайте меня, все народы». Ну и, казалось бы, вроде бы понятно, что «слушайте меня, все народы» – это должен говорить Бог. Однако ж, вторая половина этого стиха, «Господь призвал меня от чрева и от утробы матери моей, называл имя мое». И вот уже не очень понятно, что значит «Господь призвал меня от чрева и от утробы матери моей». Ну, видите, в оригинале, конечно же, нету различения строчных и прописных букв. В нашем синодальном переводе сделали такое развлечение, ну и во многих других, но оно не намного легче делает понимание текста. Может быть, здесь произносятся эти слова от лица царя Кира, который мог бы сказать, что «Господь призвал меня от чрева, тем более, что в предыдущих главах сам Господь и впрямь говорит от чрева матери, я призвал тебя, обращаясь к царю Кира». Но, может быть, это слова, которые произносятся от лица служителя Господня, отрока Господня, собственно, Мессии Христа, помазанника, а от лица того, кто будет Христом. На самом деле, кем он будет для Израиля, еще, так сказать, отдельный разговор. «Сделал меня, как уста мои, как острый меч, и тень руки своей покрывал меня, в колчане своем хранил меня». Едва ли, понимаете, «сделал уста мои, как острый меч», едва ли это говорится о царе Кире, но и едва ли о Израиле в целом. И наиболее вероятно действительно, что речь идет о Христе, о Мессии, который говорит «слушайте меня, острова», обращается, и на закон его будут уповать острова, которые становятся действительно источником правды Божьей для всех народов, для всех народов. Вот Бог, как говорится, хранил меня и сказал мне, «Ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». Оказывается, это было под обращением к Израилю, и ему Бог сказал, «Ты раб мой, ты, Эвет, Яхве, в тебе я прославлюсь». Ну, что значит Бог прославится в сынах Израилевых? Понятно в том, что они будут освобождены, жить в свободе и стоять в правде Божьей. Но почему призвал меня от чрева и сделал уста мои, как острый меч, не очень на самом деле понятно. Но еще раз повторю, что традиционная картина христианских толкователей, что это Мессия говорит о самом себе. Пожалуй, да, это наиболее убедительное из возможных толкования, только не очень понятно, и сказал мне, «Ты раб мой, Израиль». Как же все-таки связаны между собой Израиль и раб Божий? До этого раб Божий все же скорее уподоблялся Моисею или Давиду, отдельному человеку. Здесь же мы видим, что раб или служитель Божий вот соотносится скорее со всем целиком избранным народом. Ну, или, правда, в других местах говорится об остатке Израиля. «И ныне, говорит Господь, образовавший меня от чрева, в раба себе». И по структуре фразы скорее вот это следует уже отнести не столько к Мессии, сколько к народу в целом, который действительно от чрева матери призван Господом, образовавший меня от чрева, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему. Таким образом, все-таки это Мессия говорит об Израиле. «Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя». Ну, может быть, на этом первая часть гимна, куплет, если хотите, завершается на пятом стихе, да, и суть его заключается в том, что отрок, служитель Господень, говорит, «Бог избрал и призвал меня с самого начала от чрева матери, сделал меня, как и хотел, рабом себе, и я почтен в очах Господа». Но в середине этого текста есть слова, которые проще, знаете, иногда пропустить, чем понять. «Я сказал, напрасно я трудился, ни на что и вообще источал силу свою, но мое право у Господа и награда моя у Бога моего». Что значит, кто это и над чем напрасно трудился, ни на что и вообще истощал силу мою? Понимаете, если речь идет о мессии Израиле, служителе Господнем, Авет Яхве, а почему тогда напрасно? Как так может быть, что он ни на что и вообще источал силу свою? Ведь раб мой будет благоуспешен. Если же речь идет об Израиле, как о народе Божьем, да, они вообще ни на что расточали силу на величие, на свои мелкие дрязги и угнетения друг к другу, на что-то еще, на неправду, которая сделала их беззащитными перед врагом. Да, и тогда действительно вот весь этот труд по построению великой державы, весь этот труд израильтян вообще зря. Но как с этим соотносится? Значит, что? Получается, предыдущие слова «Сделал уста мое, как острый меч, да, положил меня светом народа», в последующие слова «Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя», значит, они тоже говорят об Израиле? Или все-таки... То есть, на самом деле, если коротко и просто, то некоторая, если не ясность, то хотя бы возможность понимания наступают только тогда, когда мы думаем о распятом Христе, о том, что действительно по-земному, по-человечески, и народ Божий, и сам Мессия Христос терпит поражение и гибнет. И ни на что и вообще все те чудеса и силы, которые явлены были, и мудрость, и слово правды, все то, что принес Христос, в нашу жизнь все оказывается ни на что и вообще. И, в общем, мало плода приносит. Но победа Бога в том, что Он, умерев на кресте, воскрес. Вот примерно, держа это в голове, можно понять этот фрагмент. И то, это не будет идеальным пониманием. И еще, заметьте, вот что дальше говорится. Мало того, что ты будешь рабом моим, но я сделаю тебя светом народов. При всем том, историческая судьба народа Божьего, как такового, народа Израилева, тоже укладывается в эти слова. Потому что Израиль, люди, чтущие единого Бога, не идеальны, чтущие, ни на что и вообще тратящие силы, то на какие-то жертвоприношения, то на какие-то еще там кашруты, не знаю чего, но все-таки люди, чтущие единого Бога, это и есть свет для народов. Для народов, сидящих во тьме и тени смертной. Тоже надо это, в общем, признать, представить себе, ну, не знаю, там, наших с вами далеких предков, мажущих соснового перуна медвежьей кровью и погрязающих в этом, или прозябающих, нужно сказать. Ну, вот, когда ты живешь с медведями в тайге среднерусской и поклоняешься какой-то дребедине, вера Израиля для тебя свет, и Израиль будет для тебя светом народов. Поэтому эти слова могут быть отнищены к народу Божьему. И да, уста слова правды как острый меч, понимаете? И вместе с тем то, что то, что делает народ Божий, это ни на что и вообще, а право и сила у Бога, в Боге, который присутствует. Вот такой достаточно сложный, допускающий, вариативные истолкования фрагмент. Первые шесть стихов 49 главы. Дальше Господь обращается все же к Израилю и говорит так. «Искупитель Израиля, святые его, презираемому всеми поносимому народом рабу-властелинов». Стоп! Кому опять обращается здесь Бог? Киру? Ну, до некоторой степени, конечно, Кир презираемый теми народами, против которых он восстал. Но прямо чтобы поносимому народам и рабу-властелинов не похоже. Тогда может быть обращен этот текст к Израилю, который, Бог-искупитель Израиля, он обращается к Израилю, презираемому народами, рабу-властелинов. Да, цари его увидят и встанут князья-поклонницы ради Господа, который верен, ради святого Израиля, который избрал тебя. не ради того, что этот народ Израилев особенно прекрасен, белый и пушистый, нет, ради Бога, который избрал тебя. вот почтение и благоговение и уважение людей, царей земных в том числе, оно обусловлено присутствием Бога среди своего народа. Ну и наперед заметим еще, что для пророка Исаии Вавилонского, видимо, где-то ярко у него запечатлела в голове вот эта вот картина. Цари земные, которые смотрят на нечто неожиданное, на то, что должно было быть раздавленным, но не исчезает. Вот этот взгляд царей земных, которые как бы собрались по кругу и на кого-то смотрят. Мы потом в 53-й чрезвычайно важной главе увидим, и в 51-й, в общем, это, вероятно, такое мощное видение, которое во многом формирует мысли Исаии Вавилонского. Дальше так говорит Господь, во время благоприятной я услышал тебя в день спасения, помог тебе, я буду охранять тебя, пока все понятно. Да, конечно, в день спасения он услышал народ Израилев, он будет помогать народу Израилеву, он будет охранять народ Израилев. Все понятно. Дальше через запятую и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю. И это никак не может быть обращением к Израилю, к народу Божьему. Что значит? Ты народ Божий, я сделаю тебя заветом для народа. Ну, как-то вот низко с конца с конца. Еще меньше это может быть обращено к Киру, потому что, ну уж Кир-то язычник, тем более никак не может быть заветом для народа. Ну, вероятно, тогда эти фразы должны быть опять отнесены к служителю, от руку Господню, ко Христу. В день, во время благоприятной я услышал тебя. Ну, как-то было бы странно предполагать, что в предыдущие дни Бог его не слышал. Вот я услышал тебя, это значит какие-то такие отношения, которые преодолевают пропасть между Богом и тем миром, в котором мы все живем. И вот я сделал тебя заветом народов, то есть через тебя будет заветом народа, будет заключен завет, новый, другой завет для того, чтобы восстановить землю. Потому что предыдущий завет повлек за собой обвинение Израиля в грехе, имевшем место, и разрушение. А другой завет будет заветом, который повлечет за собой восстановление земли, возвращение наследникам наследия опустошенного. для того, чтобы сказать узникам, выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь. Таким образом, служитель Господень приходит, чтобы призвать плененных к возвращению и к освобождению. И поэтому этот фрагмент главы заканчивается словами «Радуйтесь небеса, веселись земля, потому что утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих». И вот этот завет народа становится утешением и помилованием страдальцев. Дальше больше. Потому что дальше Господь вспоминает о том, что израильтяне, народ Божий, Сион говорит, «Ну, Бог меня оставил, Бог забыл, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня». Ну, они же долго в плену, 70 лет, почитай. Ну, там, в тот момент, когда эти строки пишутся, может быть, чуть меньше. Они долго в плену, и они говорят, «Ладно, все, даже при том, что Бог есть, был, покарал нас за наши грехи, но теперь Он нас забыл и оставил нас». Ну, и там, мы разорвали договор, завет, он тоже его разорвал, бросился, оставил. И здесь, в 15 стихе, Господь произносит слова, которые каждый человек обязан выучить наизусть, чтобы не заблуждаться, чтобы взгляд наш на жизнь был, ну, хотя бы отчасти правдив. Бог говорит, «Даже если женщина забудет грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего, я не забуду тебя». и это слова, которые, во-первых, имеют совершенно безграничный масштаб, они обращены к каждому конкретно, вот тебя, я не забуду, говорит Господь, они обращены вообще к любому человеку, ко всему человечеству, «Даже если чего быть не может, женщина забудет грудное дитя свое, я не забуду тебя». Все, о чем Бог забывает, перестает существовать. Существует только то, о чем Бог помнит. Это парадигма такая философская, если хотите, для Ветхого Завета. «Я не забуду тебя», говорит Бог, «Человечеству». Можно считать, что, еще по-другому это сформулировать, «Никто не похитит нас из руки его». Но еще, помимо прочего, обратите внимание на одну важную вещь. В силу исторических причин, исторических не значит уважительных, не значит заслуживающих уважения, но тем не менее, исторических причин в конце первого века, потом во втором, потом в третьем, христиане стали думать, что иудеи оказались нехорошими бяками, Бог их забыл, и теперь вместо них народом Божьим будет церковь. Церковь тоже не сказать, чтобы шибко красиво себя показала за прошедшие две тысячи лет, и кто теперь будет вместо отвергнутых нас там кандидатом на роль избранного народа, неизвестно. Тем не менее, вот это называется теология замещения. И ущербность, конечно, стала хорошо, понятна и видна после Второй мировой войны, но и без этого можно было догадаться. Идея, богословская идея о том, что Бог забыл евреев, и теперь Израилем Божьим является христианская церковь, не бьется с этими словами Бога, который говорит, что я не забуду тебя. Причем эти слова он говорит в первую очередь именно израильтянам. Они, наверное, там этого заслуживают, не заслуживают, не наше дело, не нам судить. Но Бог так сказал, я не забуду тебя. Если на эти его слова можно положиться, значит, народ Божий не забыт у Бога. А если нельзя, то зачем вообще мы тратим время на эту книгу? Понимаете, на самом деле очень важные слова. Они не только могут стать опорой и утешением для каждого человеческого сердца, но и в общем наше представление об истории тоже делают несколько более объемным. Я начертал тебя на дланях моих. имя написано на ладони, как мы иногда пишем. Знаете, я помню в моем детстве, надеюсь, что больше никому не придется вспоминать этого, как стоя в очередях писали шариковые ручки на ладони номер. Вот так, чтобы не забыть, чтобы было перед глазами. я начертал тебя на ладонях мое, говорит Бог о своем народе. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Дальше оставшаяся часть этой главы в основном такое поэтическое восхищение, радость о том, что вдруг неизвестно, откуда взявшиеся сыновья народа божьего и дети потоки вдруг откуда-то приходят и их приносят. Сыновья твои поспеша к тебе, опустошители твои уйдут от тебя и ты скажешь сердцу твоему, кто мне родил такое количество детей? Вот так говорит Господь, я подниму руку к народам и будут цари питателями твоими цариц кордмилицами лицом до земли будут кланяться тебе и узнаю, что я Господь. Таким образом, Бог здесь в вполне поэтической форме, конечно же, через пророка обещает восстановление, возрождение Израиля, не только возвращение на Сион, но и обилие людей, множество народа и почтение со стороны царей земли. Вот не дает эта идея покоя то ли Исаия, то ли его слушателям, то ли тем и другим, потому что снова и снова он возвращается к этому и будут там цари земные твоими питателями и лизать будут прак ног твоих. Ну и да, конечно, Израиль в этот момент унижен, раб, презрен властелинами каждыми, каждым, всеми властителями земли. Ну вот и за это тоже, это тоже будет каким-то образом скомпенсировано и исправлено, узная, что я Господь, когда все будет не так, как сейчас. и тогда говорит Господь, плененные сильно будут отняты, потому что я буду состязаться с противниками твоими и сыновей твоих спасу. И тогда всякая плоть узнает, что я Господь спаситель твой. Таким образом, вся вот эта история с наказанием Израиля, возрождением Израиля, восстановлением, возвращением, все это станет свидетельством для других людей, чтобы всякая плоть узнала, что Господь Бог действительно реальный спаситель Израиля.